Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня суббота, 24 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Галатам с 5 главы 22 стиха по 6 главу 2 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. Оплот Духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. «Те, кто принадлежат Христу Иисусу, распяли на кресте свою плотскую природу вместе с ее срастями и желаниями. А раз мы живем Духом, отдадим себя под начало Духа, так не будем тщеславны, не будем друг друга раздражать, не будем друг другу завидовать. Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко, и за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. «Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа». Итак, братья и сестры, сегодня субботний день, и мы с вами переносимся на несколько посланий выше по оглавлению и попадаем в данном случае в концовку послания Галат. И действительно, отрывок этот прекрасен. То, что он читается так часто, на самом деле, это даже хорошо. Потому что мы с вами обращали внимание, что, конечно, есть великолепные отрывки, которые читаются раз в году на буднях, и, к сожалению, люди не слышат их. Не все могут ходить в храм на буднях. Да и тем более, что действительно, подчас не всегда понятно бывает, что читается, не комментирует это никто. И поэтому принципиальные идеи апостола Павла просто проходят мимо православных христиан. А вот этот отрывок, в силу того, что читается часто, так или иначе, уже на слуху у людей. И, возможно, даже когда-то говорятся проповеди на тему этих отрывков. И все-таки у людей остается понимание вот этого замечательного совершенно действительно отрывка, замечательных слов апостола Павла из посланий к Галатам. Мы помним, что все послание к Галатам посвящено утверждению идеи апостола Павла о том, что спасение достигается по вере во Христа Иисуса, по благодати. И в результате вот этого обращения, этого изменения, которое человек переживает благодаря встрече со Христом, когда он уходит из-под власти греха и из-под власти закона. Потому что апостол Павла именно в послании к Галатам есть такие слова, да? «Кто под благодатью, тот не под законом». Ну, приблизительно так, да? И апостол Павел объясняет при этом, что выход из вот этой мучительной дилеммы между грехом и законом не означает попадание в ситуацию какой-то анархии, вседозвольности. Нет. Вот та самая свобода во Христе, которую человек обретает, соединившись с Христом, да, «сораспявшись Христу», как Павел пишет в том же послании к Галатам, так что уже не человек живет, а Христос живет в человеке. Вот это состояние означает жизнь по духу. Это означает, что из сердца человека исходят плоды этого самого духа. И вот здесь как раз Павел их и перечисляет. Начинается острывок, да, знаменитыми словами «плод духовный», если по-славянски, а по-русски «плод духа». Духа обязательно с большой буквы, братья и сестры. Мы помним некий недочет синодального перевода в некоторых таких моментах, когда дух пишется с маленькой буквы, и не совсем понятно, дух человеческий, какой-то еще дух или дух святой имеется в виду. Мы знаем, что есть такая традиция писать все, что относится к Богу с большой буквы, и вот здесь в новом переводе как раз дух написан с буквы «большой». И сразу понятно, что имеется в виду, что это дух святой взращивает эти плоды. Мы как-то об этом тоже говорили, братья и сестры, что вот именно это слово, плод духа, именно это словосочетание, уже обладает само по себе глубочайшим смыслом и значением. Потому что когда Павел говорит о жизни человека ветхого, то если он говорит про плохие его дела, он говорит дела плоти. Если Павел даже говорит про какие-то хорошие свершения, про благие дела, он говорит «дела закона». В том и случае «дела». Вот это и определяет и отличает ветхого человека от нового, что он сам, опираясь на свое эго, на свою греховную ветхую природу, совершает какие-то дела. Хорошие дела закона или плохие дела плоти. Но и в том и в другом случае дела. И поэтому и в том и в другом случае человек все еще остается в рамках ветхого бытия. Он все еще уповает на самого себя, совершая либо проступки, либо какие-то достижения, но тем не менее это еще дела. А вот когда речь идет о духе, о действии духа в человеке, Павел специально употребляет слово «плод». Потому что плод – это не то, что мы делаем, не то, что мы извлекаем из каких-то своих человеческих ресурсов. Нет. Мы являемся только почвой. А кто взращивает эти плоды? Дух святой. Дух ведет человека-христианина, и на почве его сердца постоянно взращивает вот эти плоды. Поэтому человек ни в коем случае никогда не может погордиться, например, сказать, что «я это сделал». Это не дела закона, не дела благие какие-то еще. Это плоды духа. Ты только почва, ты только раскрыл свое сердце для действия духа. Но субъект этого действия – сам дух святой. Поэтому человек только как инструмент, только такой парус, как Владик Антоний Сурожский говорил, который дает возможность двигаться кораблю благодаря ветру. Ветер несет корабль. Парус только таким образом устроен, чтобы был в этом эффект, чтобы корабль двигался. Вот, братья и сестры. И дальше перечисляются, что это за плоды духа. Любовь, радость, мир, стойкость, в синодальном переводе, долготерпение, благость, здесь доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Немножко по-другому переведено, чем в синодальном переводе, но тоже вполне адекватно. Нет такого закона, который бы это осуждал. Вот такая замечательная тоже фраза. В славянском языке, помните, да, кто часто бывает на богослужениях, на таковых нет закона. О чем идет речь, да? В новом переводе Валентина Николаевна переведено, нет такого закона, который бы это осуждал. Ну, разумеется, конечно же, какой закон может осуждать все вот эти плоды духа, которые являются благими, созидательными. Но само словосочетание, само фраза «на таковых нет закона» может ведь означать и немножко другое. Речь идет о том, что никакой закон не может и заставить человека делать это. Ни один закон, разумеется, не осудит за это, но и ни одному закону не подвластно человека сподвигнуть на эти плоды. Опять же, действует дух в человеке, только он может эти плоды в человеке взрастить. А закон, какой бы он замечательный ни был, не может, будучи внешней силой, человека заставить выжать из него, так сказать, все вот эти плоды духа, все эти замечательные проявления, любовь, радость. Ну, как может закон заставить человека любить? Закон может человека заставить вести себя определенным образом, изображать любовь, улыбаться, не ругаться, не хамить. Если, скажем, речь идет даже о взаимоотношениях где-нибудь, на работе с коллегами. Ну, можно ли заставить человека любить своих коллег, которые ему не нравятся, или своего начальника, который его раздражает чем-то, да, и так далее. Также можно сказать и в семье, и где угодно. Невозможно законам заставить человека любить. Невозможно по закону радоваться. Невозможно по закону, по, так сказать, велению и указке обретать внутренний мир. Нет, можно все это только изображать внешне. Но из сердца это все может вывести только Дух Святой, который войдет в сердце человека, взрастит этот плод, и тогда оттуда будет идти любовь, радость, мир, долготерпение и прочее, прочее, прочее. Вот это нужно понимать, братья и сестры. Это принципиальный христианский момент. Напомню, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к Галатам с 5 главы до 22 стих, а по 6 главу, 2 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова